Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и сейчас я вам покажу самый простой способ, как сделать гранату. Что ж, не буду затягивать, так что перед началом просмотра жмякни на лайк под этим роликом, ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться, а мы погнали! Так, ну что, давайте я вам для начала покажу, как же эта граната работает и как ею пользоваться. Смотрите, у нас есть снежок, это и есть наша граната. Давайте его возьмем, и смотрите, когда мы его бросаем, у нас появляется активированный ТНТ, который постоянно телепортируется к этому снежку. И получается, что мы как бы просто бросаем активированный ТНТ, что во многом упрощает наш механизм. Ведь бросающийся ТНТ, как по мне, вполне можно считать гранатой, и если вы не хотите сильно париться с командными блоками, этот способ как раз для вас. Конечно, есть способ и поинтересней, который будет работать и без ТНТ, но в нем нужно будет использовать гораздо больше командных блоков. Ведь там нечему будет взрываться, и весь взрыв придется имитировать командными блоками. Но есть одно преимущество, мощность гранаты вы сможете полностью регулировать. Так что, ребят, давайте, когда под этим видосиком наберется 150 лайков, я покажу, как сделать гранату вторым способом. Ну а как работает эта граната, я показал, так что давайте покажу, как же сделать сам механизм. Так, ну что, значится, ставим первый командный блок и записываем в него такую команду. Test4, собака Е в квадратных скубках ТАИ правен Snowball и ставим командный блок на режим цикла и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute, собака Е в квадратных скубках ТАИ правен Snowball, ставим 3 тильды. Дальше TP, собака Е в квадратных скубках ТАИ правен TNT, запятая R равно 3, снова ставим 3 тильды, но после второй 1 и 5. И ставим командный блок на режим цепи и работает всегда. Так, дальше берем компаратор, ставим его вот сюда, а за ним ставим еще один командный блок, в котором будет такая команда. Пишем Execute, собака Е в квадратных скубках ТАИ правен Snowball, ставим 3 тильды, дальше Summon TNT, снова ставим 3 тильды, но после второй 1 и 5. И больше в этом командном блоке мы ничего не меняем. Есть, ну вот и все, наш механизм полностью готов. Как вы видите, он получился действительно маленьким и довольно простым. И давайте мы его сейчас проверим. Берем снежок, бросаем его и как вы видите, все работает. Тинти у нас появляется и телепортируется к нашему снежку. Конечно, хорошо было бы сделать снежок невидимым, но, к сожалению, на снежок нельзя налаживать никакие эффекты. Да и так, в принципе, он не сильно мешает. И да, если вы хотите, чтобы ваш механизм работал даже когда вы от него далеко отойдете, тогда вам нужно сделать следующее. Подойдите поближе к командным блокам, откройте чат и запишите такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три кильды, один и запишите любое слово на английском. Это будет название тактовой области. Используя эту команду, область, в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной, даже если вы далеко от нее улетите. Ну а на этом все, ребятки. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот такой короткий ролик получился в этот раз. Если он вам понравился, обязательно жмякни на кнопочку лайка. Ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться. И присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. И да, ребят, как обычно, розыгрыш бесплатной рекламы, которую можешь получить и ты. И если что, все условия смотри в описании. Ну а в этот раз победил канал ПОСК. У него на канале вы найдете кучу видосиков на тему Майна, как с геймплеем, так и обучающих с прикольной озвучкой. Так что кому интересно, ссылочка в описании. Ну а с вами, как всегда, был Гуд Эппл. Всем до скорого и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok